друзья всем привет здравствуйте были сегодня в лаборатории и хотим вам рассказать что нам поведал ветврач очень часто в наших комментариях люди ссылаются на то что мы рассуждаем о чем не знаем и надо бы говорить с профессионалами об этом вот мы съездили к профессионалам в общем то впечатление у меня очень хорошее от того человека с которыми общалась зовут андрей вот и сейчас я попробую рассказать вам нашу беседу мы приехали в ветлабораторию и там мне короче все рассказали я начала спрашивать с момента того я хочу сдать корм комбикорм на анализ на анализ не на антибиотики дамы и господа потому что у меня нет лишних 18 тысяч это на одну группу да с около 100 тысяч полностью ну так скажем что если ты предполагаешь какой из антибиотиков данного боясь глупо можно сузить лент согласись это глупо предполагать что как какой-то антибиотик ты думаешь там есть это наивно вдруг там есть тот которым меньше всего думаю да может быть на анализ надо делать полностью на все группы антибиотиков а это около 100 тыс естественно никто не заплатит даже я не знаю даже производитель тогда она подумает стоит платить за него до производителям нафиг это не надо грубо говоря кто может заплатить но может заплатить какой-нибудь там телевизор до 1 канал может заплатить как сделал у него бюджет все равно на наши деньги все это снимается все делается какая мразь а ты помнишь когда мы в лабораторе звонили по поводу знать сколько стоит анализ на антибиотик нам женщина сказала что раньше были часто такие запросы а сейчас крайне редко помнишь вот и она говорит что производители птицы именно для того чтобы получить какую сертификацию экопродукты или что-то такое могут на это сдавать мне мне больно меня меня больше удивила та информация которая она сказала что на гормон рост у них нельзя сдать антибиотику и у них раньше был такой комбикорп у них раньше был такой анализ последний год они его не делают по какой причине я так и честно говоря не понял то есть как то так в общем понимаете как можно сделать максимально для своего народа чтобы всем было легко и доступно прийти и сдать все что угодно на анализ если бы они хотели действительно заботиться о нашем здоровье но так не происходит почему-то и анализ это столько космических денег я не понимаю что нужно там анализировать она сказал что брат оборудование очень дорогое на котором это все делается помнишь если бы была программа какая-то государственная когда вот любой грубо говоря потребитель мог это сдать то и порядок был бы больше ладно суть не в том мы опять это самое решили нашли до рассказывать что кстати да мы звонили не как нам сказали сельскую ветлабораторию этот разговор и все об антибиотиках это центральная лаборатория у которой филиалы по всем городам россии есть да это самое главное как там там цель и сам вот это вот мы показывали ладно мы приехали в нашу это не ветлаборатория народа как называется это ветлечебница но как она муниципальные или как региональные вот именно по нашему району александровскому центральную то есть там производят там встают и на учет и значит сдают какие-то анализы прививки можно вызвать ветеринара на дом если там нужно птицу привить вакцины там не с кошками собачками хотя и это тоже да но не частная лавочка это какое-то унитарное предприятие сельскохозяйственным делам кстати надо было сфотографировать хотя бы их табличку да и значит смотрите за мной начал разговор очень забавный человек в общем с чувским юра мне очень понравился вот и я сказала о том что мне бы хотелось сдать комбикорм на антибиотик и я сказала что мне хотелось бы сдать комбикорм на микробиологию он сказал что это не будет стоить дорого но он точно не может знать сколько это будет стоить потому что они этого не делают и нам нужно ехать в польский а вот и что там они этим занимаются а почему потому что у нашей ветвое вот этой лаборатории с 2020 года отмест аккредитации какой-то и он говорит поэтому все нужно таскать непонятно куда короче и вот туда нас отправили значит ну дал он мне приблизительно маршрут куда мне надо вести комбикорма сразу оговаривается о том что а зачем вам это вы хотите потратить деньги пожалуйста вы узнаете конечно что так и корме но это будет трата денег вы ничего не сможете призва производителю предъявить откуда вы взяли корма потом и бром так наездом но ладно я дожди сразу скажу мы не собираемся ничего никому предъявлять и так все понятно у производителей своя лаборатория если он захочет разобраться в причинах он это прекрасно сделает и на своих мощностях нам просто писали в комментарии что типа чего тут это но сделайте анализ всем понятно будет ребят у нас куча других забот чтобы делать анализ вот так вот не так что мы его будем делать потом посмотрите смысл этого анализа нужно значит под камеру привести мешок в эту лабораторию при свидетелях его вскрыть тогда что вот взяли пробу именно из этого мешка даже в таком случае нам скажут а где гарантии что вы не пересыпали что-то заведомо ненужное да в этот мешок и не сдали его на нас то есть это настолько все правильно хранить настолько это все как бы невозможно сделать правильно что все равно отмажутся если надо но и у нас и нет цели кого-то притянуть поэтому мы просто поинтересовались сколько это хотя бы будет стоить если вдруг у нас найдется время отвести на анализ плена объяснила почему у нас опасение по поводу корма возникает пропаност рассказала да все и он сказал что если вы в принципе сами увидели систему от этого на двух партиях тогда смысл какой вам делать анализ он говорит вы просто потратите деньги а доказать ничего не сможете на это давил я говорю мы не будем ничего доказывать упаси господь я больше скажу я даже не буду говорить какой форме я куда повезу если повезу потому что это лично наше то есть нам нужно на наши личные убеждения подтвердить или опровергнуть вот только для этих целей я как бы интересовалась а вам рассказываю потому чтобы вы понимали что это не не так все просто плево сделать и это сложно в общем это сложно достаточно сделать может быть и просто доказать ничего нельзя хранение неправильное может быть перевозка неправильная рядом другим зерном хранили пошла какая-нибудь там перезараза не знаю еще что-то доказать этого ничего нельзя но мы и не планировали он не сказал по поводу того что я могу предоставить также курицу если у меня есть падеж какой-то то есть я могу привести в первой плане дня к ним птицу будет это стоить до 1000 рублей недорого в общем-то но у них нету на бак посева разрешение снова же этих лицензий и все остальное то есть он не исключительно по внешним органам для орган лептическим образом будет рассматривать вскрытие этой птицы на что ты рассказала что в принципе какие результаты вскрытия ты сама увидела да и нашел сказал на что тогда вы хотите так вы сами все определили как садиоз все признаки она перечислила он сказал что да не похоже значит это кстати говоря вот вопросы к вопросу а клеточная напольно когда сказал елена что содержание клеточная что он сказал тебя что это мало вероятно но это наверное в акцидиоз напольно содержите я бы нет клеточного он тогда такой а клетки что я обрабатываем над уксусной кислотой полностью потом огнем если не моемся до стерильного то обязательно обрабатываются клетки полностью я говорю с профессионалом они так насмешил он конечно я бы ни в коем случае даже не подумайте что вы что вот но как бы смешно было я говорю вот при вскрытии там вот это вот то все там значит нет отсутствия крови нет поноса там какого-то цветного так скажем поносит просто водой там помет естественного цвета и что можно было бы подумать на акцидиоз но птицы 25 дней она начинает после этого срока там когда их вторая партия подряд при переводе на конкретно конкретный вид корма конкретного производителя кстати сейчас пока 62 пошел и уже с по носу гораздо лучше ситуация но то и но они всего там сколько два дня его едят леют да и заметно уже слушай меньше проблем короче говоря посмотрим что дальше будет но вот ну короче если для производителя одно предложение ребята посмотрите на 61 просто посмотрите на него повнимательней можно предположить что это наши залеты мы никогда не оспариваем о том что мы можем быть явно не правы до при содержании птицы но единственная при всех прочих равных переменная часть это смена форма перешли с пк 52 на пк 61 опять та же история перешли 61 на 62 ситуация меняется могло бы быть у нас недогрев что там еще нам предъявляет все что угодно могло зараза какая-то грязь и все остальное но этот явный переход на другой корм меняет консистенцию помета понимаете и узнаете вот переменная еще смотрите что обратил на что обратил внимание падеж от у нас в этой партии больше чем предыдущий мы как радовались что у нас предыдущей партии практически но минимальный был попадешь там какой-то в от водянки одна или две особи вообще пострадал буквально меньше рост и они даны были веселее да так скажем как-то себя лучше чувствовали вот чисто субъективно по ощущениям а в этой она какая-то птица знаете более вялые более грубая с чем это связано грустно я с чем это связываю я связываюсь с тем что в той партии если вы помните мне пришлось из-за того что корм не соответствовал размеру и так далее вы помните кормить сначала птицу после пока 51 пока 5 2 мы там не использовали в ночной мне сразу же пришлось кормить птицу пока 62 до который как мне так кажется сейчас понимаю лучше немного по качеству немного лучше по качеству чем 61 вот а эту партию мне пришлось сначала кормить 61 и вот это мне кажется повлияло на общее самочувствие этой партии нашего бройлера да а вот сейчас я перешел на 62 мне кажется они даже как ты падай пободрее сразу стали что это чисто вот мое предположение ничем не обоснованное как вы понимаете наблюдение до хочется еще вот что заметить тему нашим комментатором которые говорят вы можете сами не хотите но спасти там птицу от поноса добавив то есть у кто едино кто марганцовку в воду кто там чуть ли не активированный уголь антибиотики чтобы все это продезинфицировать все это мы как бы знаем варианты вот таких вот лечений птиц от поноса но мы заключили устный можно сказать да такое соглашение устное и с вами в том числе что мы покажем вам исключительно конкретный корм и мы не можем сейчас с этого устного с вами соглашения спрыгнуть и спасать свою птицу вопреки тому что мы договорились сделать мы договорились показать вам новую линейку маркорма они как действует едином при поносе мне даже скажу больше в этой партии придется до 50 дней кормить комбикорм потому что такие условия до 50 дней мы полна кормим исключительно их кормом а уже потом по прошествии 50 дней переводить их на зерно то есть мы опять попадаем на срок понимаете то есть вас опять накладывается следующая партия в общем мы приобрели некоторые хлопоты от этого но мы значит взялись показывают должны до конца показать вам как будет по факту вот и ребят даже себя на прости господи сдохнется мы должны вам показать как есть ну по крайней мере мы для себя вот так должны мы считаем хотя многие назовут нас может быть дураками но и многие будут наверное правы местами мы уже местами то даже иногда и жалели что мы начали вообще но все начали . а дальше уже будет зависеть все ваши поддержки мы все доделаем до конца короче вот так вот по анализам вернись опять мы отступили так вот про анализы значит нам сказали вести комбикорм в юре в польский и там за как он сказал приличную цену вам сделают вот этот анализ который в принципе только вы сами сможете оценить его необходимость вот больше ничего никому предъявить не сможете на что я говорю что вы знаете вот на антибиотики нам казали 18 тысяч анализ насколько вы считаете что приличная сумма для вас она приличная это как мне сказали давно может в районе трех тысяч там что-то такое но он не знает точно нет не сказал ничего поэтому вот ну как бы вот такой хлопот мы можем поиметь себе чтобы выяснить что же все-таки в корме для нас лично не не вопрос что дело в корме вот ну честно говоря это не вопрос хотя я все равно оговорюсь что существует какой-то процент вероятности того что мы дважды на разных партиях в один и тот же промежуток времени примерно так совпало на одном корме да но совпадение она всегда в жизни бывает вы сами знаете совпадение вот и поэтому тут как бы вам самим решать мы просто покажем вам как есть а там мужиков до выводы все равно мы сделаем в 50 дней уже но в любом случае мы должны сказать что маркор поступил порядочно не сразу но в итоге поступил значит что обменяв нам ту партию корма допомнить бракованного на новый другой вопрос что что-то там у них не срослось составом видимо и это объяснимо в принципе вот моя мое понимание такое что конец сезона они вообще не планировали наверно чего-либо производить а тут вот такая ситуация им пришлось возможно запустите конвейер может быть чтобы что-то доделать там я не знаю точно и сами понимаете может быть ингредиенты какие-то там ну не сильно щипко качественные остались до после сезона но то есть мы ранее кормя в принципе маркормом говорили в мой год кормили и были довольны то есть вот то что вот в этом эксперименте вот так получилось возможность течения обстоятельств со стороны производить производителя да и вот так все вот как бы вы может быть мы не оправдываем никого не обвиняем просто вот так получилось как там будет дальше у них с этими кормами мы понятия не имеем может быть они будут лучше а может быть еще хуже не знаем мы хотим тоже чтобы ребята видели наш эксперимент и могли как бы сами сделать свои выводы и отреагировать на это на это вещь понимаете то есть у них тоже будет повторно шанс исправить что-то увидев может быть такой вот эксперимент и все и не говорим о том что мы никогда не будем кормить этим кормом что морковь маркорм там дерьмище страшно давайте так не душа по чесноку любой производитель может стекнуть так и стекнуть и пуриная и я не знаю и раненский и истинский да все кто угодно короче говоря уж большому счету вспомните и сыстры проблемы говорили то есть урины как ты какой-то тоже был там случай с кроликами я помню ни разу вообще партия стукла но там разбирались они утром вот выезжал специалист как насколько вот нам рассказывал почему курина кстати да мы думаем что это очень крупное производство которое в любом случае ожидает имеет возможность приобретать компоненты за счет объемов гигантских своих дешевле и качестве не имеет возможность их анализировать в лабораториях более качественно знаете как все большие концерны они обычно дорожат сильным своим именем не только в плане того что там про них пойдут сплетни да если у меня там все деревни все куры сдохнут от курина никто жизнь никогда не узнает не надо это это имиджевые потери тут они не минимальны в частных хозяйствах потому что распространение информации на минимальный в общем-то и для таких огромных концернов это не принципиально товарищи совершенно вот но дело не в этом дело в том что они имея большие возможности имея больший объем закупок имеют ниже цену а цена у них достаточно прилично то есть их возможность навара может быть не за счет того что они удешевляют компоненты а за счет объема и им цены изначально дешевле на все составляющие компоненты плюс ко всему у них отработанная схема то есть у них определенные алгоритмы комбикормов уже проверенные отработанные временем и всем на свете они не будут рисковать и заводить что-то неопределенно новое там какое-то непроверенное и покупать какие-то сомнительные ингредиенты в виде там допустим какой-нибудь хреновый мясокоски например добавлять свои корма или травануть некачественным зерном им это нафиг не надо я думаю что производители всех составляющих за ними бегают с поднятых хвостов вот я так не но это не точно да конечно это просто чистое рассуждение поэтому у нас больше веры крупному концерну и еще немаловажный момент мы можем ее достать курину до курину мы можем нас спрашивали значит в комментариях последних а почему курина там же антибиотик для стать ребят вы не смотрели ролик наш про комбикорм три части есть три части и ребята везде антибиотик и коксидиостатик в пк-5 кроме богданович но это тоже не точно но и кроме тех компаний небольших и пышных помнишь которые договорят или но не ответили значит мы но но он думать что там ничего нету но мы их не будем использовать как же нет даже там же написано не что антибактериальные средства но это тоже не значит что это именно вот антибиотик прямо в том понятии я не особо в это верю потому что смотри разница между крупным производителями мелким производителем мне кажется в методах обработки зерна мы уже говорили об этом для избавления от ненужной микрофлоры значит в зерне нужно нагреть причем продолжительно а у мелкого производителя я сомневаюсь что есть такие вообще возможности за поэтому он вынужден добавлять туда какие-то антибактериальные средства чтобы его корм просто-напросто хранился сколько дезинфицировал с какое-то время но опять-таки это мое чистому заключение я в этом не уверен но в тех комбикормах которых на которых нету на этикетке название лекарственное на не написано лекарственные препараты по факту когда начинаешь разбираться и требует паспорта качества они там оказываются так что разница в пурине не пурине только в том что пурина об этом честно пишет а другие это скрывают эту информацию можно достать но не просто вот и все и а значит по поводу куриная вот мы на сайте читали увидели такой пункт который нас тоже немного напряг но там значит написано что что курина может использовать своих кормах дам его сою может использовать можно использовать за на что нам тоже пришли комментарии что вот как же это самое там вот на луя есть да возможно а у вас есть сомнения что в других кормах нет такое невозможно или там просто не пишут неужели вы думаете что кто-то будет вот приходит поставщик до комбикормовому заводу частному допустим да говорит слушай вот у меня есть чистая по 50 рублей килограмм я не знаю сколько стоит я образно говорю а есть у меня гмо соя хотя гмо в россии по идее запрещено как бы до законодательно то есть как ее не должны не ввозить не производить то есть откуда она вообще может появиться в комбикормах вопрос но мы не об этом и вот он говорит это есть у меня гмо соя по 25 рублей чё будешь брать конечно же за 50 не только чистую надо все равно что у меня маржа упадет на 25 процентов там нас больше не они не только чистую за 50 я буду брать а если меня поймаю правда смешно это звучит так что то что другие просто об этом не говорят и не пишут не значит что они так не делают это значит что некоторые пишут и говорят потому что они говорят людям правду ну как бы навязывается и возможно что не обязательно они это там будут использовать они прописали что возможно использование да так же как они прописывают допустим я про курину говоря да привесы вот которые они пишут в этих спецификациях я смотрю в принципе и понимаю что привесы эти с запасом в меньшую сторону они пишут реальные то есть знаете как бы для хозяйства когда там бабушка выращивают грубо говоря вперед перевозном переносном тракторе на улице вот когда они его не оптимальные условия а при оптимальных условиях выращивания бройлера эти показатели как я вижу и мы проверим они несколько превышают указанные на сайте то есть тут блин я как сказать это вопрос знаете честности производителя но еще момент хочу сказать что у пуриной есть страничка на сайте называется часто задаваемые вопросы по матрицы да кстати вот правильно что сказал мы хотели звонить курину вот по задавать эти вопросы а потом открыли сайт в принципе и нам чё скажут то мы позвоним она скажет все эти вами озвученные вопросы есть на них в этом в разделе фак он называется часто не факов а фак это этого f и кью часто задаваемые вопросы вот и там в принципе все вопросы какие мы хотели задать все были и самое понимаете дураками выставишь себя сучали вам не подскажете сказал мы подсказали вычитать умеете это будет забавно но там есть и размытые конечно формулировки знаете такие оплывчатые все но все вопросы озвучены можно вот найти оплывчатые уже там обратиться и что то спросить но это насколько кому-то надо но может быть мы если нам согласятся с урина прокомментировать все эти вот наши вопросы то мы их как следует вилкой ты бы поторкали с разных сторон но давайте для начала мы хотя бы посмотрим что будет на пурине как только то может быть все мы тут эти хвалебные воды они вообще ни к чему и кстати быстрый рост птицы как во всех инструкциях по выращиванию бролера написано может вести к водежу от водянки и от сердца и на лапы они могут сильнее садиться из того что больше вес быстрее растет плюха до свидания так что мы еще проверим этот момент но все на самом деле прощаемся с вами начали об одном закончили а другом вообще чехар но у нас машине как обычно по носу ловесно как это лишь извините все всех обожаем всем привет всем пока